Здравствуйте! Сегодня я без Вовки, потому что, наверное, впервые за годы материнства решила заняться своим здоровьем. Выяснить, как мой организм отреагировал на нагрузку и как ему помочь. Поэтому взяла список необходимых анализов и отправилась в клинику. 14 позиций, чек-ап, уровня витаминов и гормонов по совету эндокринолога. Все разом можно сдать в инвитро. Офисы компании есть в разных районах Уссурийска. Мы зашли на Некрасова 117А. Здесь берут анализы детям и взрослым. Здравствуйте! Сдача крови на голодный желудок. А это гарантия невидимых вен на моих руках. Но ничего, справились с первого раза, набрали необходимое количество и сказали ждать. Уже дома я вспомнила, что забыла про один анализ. Оказалось, сдавать кровь повторно не нужно. Можно сделать до заказ на сайте и тесты выполнят из того же биоматериала. О готовности результата сообщат по СМС, а полностью посмотреть выписку можно на почте. Оценит результаты исследований Евгения Чехранова, врач-эндокринолог. Уже по первому ее взгляду на бумаги я поняла, специалисту есть что сказать. В беседе выяснилось, что мой организм работает не благодаря, а вопреки. Налицо сильный дефицит элементов, что в принципе характерно для многих мам в декрете. Особенно не хватает железа, проблемы с которым начинаются еще в беременность и никуда не исчезают. Форм железа бывает очень много. Есть железохилатные формы, которые на аминокислотах. Железо с аминокислотой, например, железоглицинат, ну или безглицинат. Это более такая легко усваиваемая форма железа, которая зачастую не вызывает побочных действий. Бывают еще к железоглицинату или безглицинату, могут добавить меди, йода. Это улучшает и переносимость препарата, и улучшает его встраивание в организм. Очень мало витамина Д, который отвечает в том числе за иммунитет. Его уровень срочно нужно поднимать. На мои опасения о возможной передозировке доктор ответила так. Витаминам Д нельзя навредить. Какой бы вы ни выпили дозировки, в крови он остается витамином Д. А вот ваш организм решит, сколько из него сделать активной формы гормона кальцитриола, который и управляет организмом, который можно передозировать, если мы дадим активную форму витамина Д. Мы пьем в витаминах неактивно. Поэтому, если даже ошиблись в дозировке, не бойтесь, ничего не случится. И детям он тоже нужен. Только в профилактической дозировке, которую назначит педиатр. А мне врач прописала принимать еще магний, омегу и витамин В. Оказалось, этого тоже не хватает. Вводить все в рацион нужно постепенно и через 2 месяца снова сдать кровь. Посмотреть, как организм отреагирует на такую поддержку. А чтобы, как я, не пытаться восстановить уровень витаминов после беременности и родов, своим здоровьем советуют заняться еще на этапе планирования детей. Я, конечно, думала, что анализы не будут идеальными. Но чтобы так? Потому обследуемся, подбираем витамины и принимаем. Учитесь на моих ошибках и не забывайте про себя. Желаю всем здоровья и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова